Всем добрый вечер, четверг, 9 часов вечера, и с вами Искусство Возможного, я ее ведущий Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях журналист Олег Кашин. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Сергей. Тема нашей сегодняшней передачи – политика и журналистика, политика и журналисты, политика и власть. Я напомню, что наш гость, во-первых, ну, если не один из лучших журналистов и не один из самых скандальных журналистов, это обе вещи субъективные и достаточно спорные, но, по крайней мере, что, на мой взгляд, беспорно, это один из самых известных журналистов России. И популярный микроблогер, да. И популярный микроблогер, да, но тема политика и социальные сети мы рассмотрим как-нибудь в другой раз, я думаю, что не скоро мы не очень любим эту тематику, а тема политика и журналистика мы любим. Так вот, с одной стороны, как было указано выше, один из самых популярных журналистов России. С другой стороны, напомню, никуда от этого не денешься, член Координационного совета оппозиции, ранее член Оргкомитета оппозиционного, то есть, по идее, получается, что вроде как самый натуральный политик. Согласен, Олег? Согласен, конечно, но ровно в той мере, в какой политиком является любой, кто в той или иной форме воздействует на общественное мнение. Одни это пытаются как-то микшировать и делать вид, что это не имеет значения, а это имеет значение. Но в этом смысле и Стас Михайлов, конечно, политик, допустим, да, или там Елена Ваенга, какие-то вот такие деятели шоу-бизнеса. Просто кто-то отдает себе в этом отчет, кто-то не отдает, кто-то, отдавая отчет, пытается это использовать цинично, а кто-то, и я надеюсь, что как раз я, пытаюсь вот в этом конфликте интересов что-то нащупать такое, чтобы не обманывать людей, потому что обманывать плохо. Это интересно. А, соответственно, к примеру, ладно, бог с ним, с Михаилом, например, Григорий Лепс или Михаил Шифутинский, каковы они как политические субъекты? Ну, Михаил Шифутинский, конечно, находится где-то там между Борисом Николаевичем и Виктором Степановичем. Он же еще жив. Да, но, по крайней мере, политически находится там. А что касается Лепса или Михайлова, ну, извини, будешь ли ты спорить, что если там завтра Стас Михайлов скажет, Россия без Путина, да, то рейтинг Путина снизится процентов эдак, ну, на пять как минимум, а может и больше. Я уверен как раз в этом. Ну, скорее Путин скажет, что Россия без Михайлова, но это ладно. Ну, вот поспорить можно, да. Ладно. Свежий инфоповод. Ты вчера опубликовал интервью в газете, то есть в издании «Русская жизнь» с мэром Набережных Ченлов. Интервью достаточно любопытное, ну, не могу сказать, что сенсационное, хотя с массой интересных моментов. Сенсация совершенно неожиданно для меня лично наступила сегодня. Татары, татары, да. Вот только не надо нам тут о национальной религиозной розни. Нет, мы любим татар. Превосходно. Так вот, отклик в одном из интернет-СМИ, где, в общем-то, пересказывалось интервью, но при этом, что называется, от себя добавили. Добавили безумно много. То есть там сообщили, что скандальный журналист Кашин, не пришей кобыле-хвост и еще масса каких-то непонятных эпитетов. Там были такие пометки «непонятно стебается Кашин или говорит серьезно». Ну, в таком духе, да, опять же. Ну, это проблема интеллекта. Татарская культура, да. Татарская культура — это прекрасно, а также татарская кухня. Так вот, есть у меня такое подозрение, что все эти эпичеты были прибавлены не потому, что они так безумно любят мэры набережных Челнов, и не потому, что ты настолько уж скандален, как непосредственно журналист, я в этом не уверен. А вот потому, что он политика и оппозиционер, давайте-ка мы его на всякий случай там булавочек-то в различные части телу вставим. Вот нет такого подозрения, ощущения? Если фантазировать еще дальше, то как раз эту публикацию в татарских СМИ можно расценивать как такой сигнал к тому, что местная ГУВД и ФСБ пропустила такую важную вещь, как визит известного деятеля оппозиции Кашина в татарских СМИ. Пропустила в смысле, допустила или упустила? Прососала, как говорили в некоторых СМИ. Захотел избежать этого слова. Да, не заметили, что я приехал. Хотя тоже, ну давай расскажу тебе прямо анекдот такой. Я еду в Щелны без фотографа, ну еду еще в Москве в аэропорт, буквально по этим местам, по Большой Тульской. И читаю твиттер со своего телефона и вижу нашего общего знакомого Митю Олешковского, фотографа известного, который пишет, что он находится на Березных Щелнах. Я радуюсь, что мне не нужно искать фотографа для этого интервью. Звоню в редакцию, говорю, вот там Олешковский, он снимет? Да, пускай, конечно, снимет. Приезжаю в Щелны и рассказываю татарам, что вот со мной будет фотограф Митя Олешковский. У татар делаются вот гигантские глаза, а Олешковский, да вы что, он же связан с нашей татарской оппозицией. Он приехал... А-а-а. Вот, да, оказывается, для них это важно. Просто Олешковский реально там дружит с каким-то деятелем местного анти, не знаю даже, чьего движения. Да, ну по крайней мере, вот это для них имеет значение. Поэтому я думаю, как раз, что то, что писали, что вот Кашин приехал в Щелны, это для них действительно какая-то такая важная история. Так, я сразу предупрежу, я сейчас задам вопрос, который в течение всей передачи в той или иной форме, будучи по шляху, буду задавать несколько раз. Так вот, вот это касается и тебя в данном случае, Олешковского. Вот насколько ли хорошо, что журналисты сами становятся участниками политического процесса, вот, или как вариант этого же вопроса становятся ли они потому, что в противном случае произойдет так называемый Russia reversal, русский перевертыш. Вот, и политика все равно придет к ним, к нам, журналистам, сама. Но она и так пришла, пришла давно, и как-то оказывается, как-то мы с этим живем. Одни по эту сторону решетки, другие по ту сторону решетки или государственной границы. Просто действительно я как-то мрачно оцениваю то, что происходит с оппозицией сейчас. Слово лагеря все-таки произносилось в таком, ну, в нейтральном смысле, вместо слова решетка гораздо раньше. Я понимаю, да, но при этом сейчас уже вот в условиях, там, не знаю, болотного дела, дела анатомии протеста и бог знает чего еще, в этом смысле уже поговорка про не зарекаться, да, она играет уже новыми красками и там все мы, не знаю, ходим в Следственный комитет по тем или иным делам. Ну, я ходил в Следственный комитет по известному тебе делу, собственно говоря. Да, 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 я тоже по нему хожу, но, по крайней мере, уже для многих это здание на Бауманске делается таким родным домом. А если почитать, допустим, сводки новостей про политику, да, то там главный спикер Маркин постоянно. Ну, все-таки не главный. Топовый, да, в ведомостях разворот до второй-третьей полоса, власть деньги, Маркин, Маркин, Маркин. Крайнего госком рыболовства допрашивают Маркин, дело Навального Маркин. Ну, перефразируя Суворову, смею предположить, что любого руководителя госком рыболовства можно хватать и подвергать максимальным репрессиям. И через короткий срок ничуть не боясь ошибиться. Я как старый рыбак, да, я... Я понимаю, разумеется. Нет, ну, а кроме того, нужно понимать, что по определению расследованием крупных дел, как правило, занимаются не следственные органы МВД, а именно Следственный комитет. Так что у них просто, грубо говоря, работа такая. А кого бы вы хотели увидеть вместо них? Да, у них работа такая, но она у них уже не первый год такая. А вот то, что они стали важным политическим субъектом, наверное, это событие последних полугода или чуть больше. Ну, политическим, если говорить, грубо говоря, именно о журналистском сообществе, если угодно. Потому что если говорить о местах, где крутятся деньги, и если это тоже увязывать с политикой, то там вполне обходится без Следственного комитета. Да, разумеется. Дело Магницкого, чтобы далеко не ходить. Нет, дело Магницкого, там же не было Следственного комитета. А насколько я думаю, там у политики не так много, как хотят рассказать нам. Это понятно. Но это уже другая история совсем. Нет, но я просто к тому, что если мы говорим, что Маркин на первом и втором разворотах, как правило, с политическими делами. Ну, слушай, допрос губернатора Кировской области Белыха. Губернатор, это уже как бы не Сергей Удальцов, это губернатор, крайний как бы министр. А ты хочешь сказать, что министр тоже на политике, учитывая твои отношения с рыбными делами и о своей у них осведомленности? Какая-то политика, разумеется, есть. Я знаю, что лет пять назад, да, чтобы допросить министра, надо было очень постараться, потому что такое негласное номенклатурное правило, да, что как бы вот этот уровень мы уже не трогаем. Да, сейчас как бы этот табу снято. А я вас просвещу, Олег Владимирович. Недалеко, как в январе, проходила расширенная коллегия. Надеюсь, с участием патриарха? Отнюдь. Расширенная коллегия Следственного комитета? Нет, с участием Сергея Борисовича Иванова, знаете такого. Все знают, конечно. Так вот именно там Сергей Борисович выдал установку, что неприкасаемых у нас нет. И причем он четко это сообщил именно господам следователей и призвал следователей. Сереж, я слышал эту установку как раз в контексте вот того дела, по которому ты ходил в Следственный комитет по делу о нападении на меня из уст Медведева, да, и я не помню, чтобы эта установка реализовывалась на практике, скажем так. Я скажу странную вещь, может быть, немножко хульственную, но я как-то Сергею Борисовичу доверяю несколько больше, чем Дмитрию Анатольевичу. Эх, если бы ты один, я еще начал доверять, опять же, когда? После дела Сычева, да. Я помню, да. Я помню. Да, кстати, если уже мы об этом упомянули, правильно ли я понимаю, что по твоему делу никакого прогресса нет, и то, о чем мы с тобой говорили последний раз вне эфира, остается в силе? Я хожу, по крайней мере, туда и наблюдаю за тем, как прогресса нет в реальном времени. Например, я теперь вижу то, что Бастрыкин говорил в интервью Колесникова, да, что теперь реально сотрудники СК ходят на службу в форме. Это очень смешно, потому что... Ну, форма у них смешная, я видел, очень похожа на пижамку моего престарелого отца. Типа того, да, и форма их тяготит. Я спросил следователя, шерсть ли это, он обиделся, что... А тяготит, потому что формы неудачные или просто они себя чувствуют как бы, ну, я же не знаю, интеллектуалами или кем-то там еще в мире проохранителем? Ну, тоже, мы с тобой старые чекисты, да, оба, но если надеть на нас мундиры, я думаю, мы будем себя чувствовать менее уютно, чем в тех костюмах, в которых мы сейчас... Ну, я вообще никогда галстук на себя не надеваю, ну, практически никогда. Такая же фигня, да. Вот, понятно. Хорошо, ладно, значит, я хочу обозначить тему, чтобы вернуться к ней после перерыва, если вы разрешите... Уже? Да, да, да. По большей части люди настолько успешные к профессии, что к ним волевские слова не то, чтобы совсем не относятся, но на многом по барабану. Типа выступить так, чтобы сильно погореть, в их-то статусе это очень сильно надо постараться. То есть, да, конечно, добавлю сейчас, что прецеденты есть, но прецедентов там, ну, буквально, грубо говоря, полтора. То есть, история с главным редактором журнала «Власть» Ковальским, и, собственно говоря, на этом, пожалуй, я ничего подобного не припомню, так что это заставляет на эту тему задуматься. Ну, а мы пока уходим на рекламу, я напомню, это «Искусство возможного», я и ведущий Сергей Ильин, у нас в гостях журналист Олег Кашин, телефон в студии 8495-65-10-99-6. Еще раз добрый вечер, это «Искусство возможного», я и ведущий Сергей Ильин, в гостях у нас журналист Олег Кашин. Вот, и тут поступил вопрос на сайт, на почту нашу, которую я сейчас зачитаю с вашего разрешения. Олег, вы считаете, что главред был прав, отказавшись от уголовного преследования Бастрыкина в обмен на обещание не трогать зама? После этого последовали постоянные аресты по болотному делу. Я думаю, главред был в своем праве, скажем, да, разумеется, Муратов, новая газета, он был в своем праве в том смысле, что его отношения и с Бастрыкиным, и со смертью буквально, да, и со всем на свете, настолько другие, нежели у нас с вами, что просто у нас нет компетентности, да, компетенции обсуждать это. И Муратов так решил, как бы, видимо, так надо, потому что такого опыта, как у него, нет ни у кого. Я понял, спасибо. У нас на связи известный тележурналист Михаил Левантьев. Михаил Владимирович, вы нас слышите? Добрый вечер. Да, слышу. Михаил Владимирович, вот какой вопрос. Мы сидим, беседуем с Олегом Кашином и обсуждаем тему политика и журналистика, журналистика и политика. Вот в этой связи вот какой вопрос. Вы человек, чья вся творческая деятельность, ну, практически неразрывно связана с политикой, при этом сам вы в политике напрямую практически не участвуете. То есть на моей памяти, не считая разнообразных круглых столов, что, в общем-то, соотносится, скорее, к экспертной деятельности. Я могу припомнить только ваше выступление на митинге в Лужниках в 23 февраля прошлого года. Но я так понимаю, что это, скорее, исключение, чем правило. Вот ваш взгляд. Ну, в общем, я, это не совсем мой жанр, я не публичный оратор, но мне так кажется, что все, чем я занимаюсь, это политика. Я вообще не очень понимаю, что такое журналистика. Существует такой жанр, там, вот, абстрактно существует, как, значит, такое вот независимое самоотверженное репортерство, да, то есть, типа, вот, всю правду любой ценой. Он существует в воображении англо-саксонской журналистики. На самом деле, его и там, в общем, нет, а в других местах просто не практикуется. В общем, я занимаюсь, называется, политической публицистикой. Человек, не имеющий взглядов и мировоззрения конкретного, да, ну, субъективного, да, потому что я субъект, я же не объект, вот, он просто не может заниматься публицистикой, иначе он сумасшедший, там, дебил и шизофреник, да. Все, чем я занимаюсь, я, это политика. И журналистика меня не интересовала никогда. Я с уважением отношусь к отдельным, немногочисленным журналистам, считаю эту профессию, в общем, чрезвычайно морально и психологически травматичный и опасный, вот, а занимаюсь я политикой. То есть, правильно ли я понимаю, что если мы сейчас пытаемся делать градацию между политической журналистикой и политическим активизмом, то вы, скорее, ближе к политическому активизму? Ну, это не активизм, это политическая публицистика. Ну, знаешь, что значит публицистика? Значит, что я использую свои возможности для трансляции того взгляда на мир, который я считаю правильным, да, и который является для меня самоценным и интересным и важным. Вот это все, чем я занимаюсь. Я понял. Какое-то имеет отношение к тому, что обычно имеется в виду под журналистикой, вот так называемые журналисты такие, журналисты-журналистовичи, да, я не очень понимаю. Тогда, если позволите, еще один вопрос. Но вот то, чем вы занимаете, мы уже как бы сейчас с вами отряхнули со своих ног прах журналистики, но прах политического активизма и мы при этом тоже отряхаем или нет? Потому что я вот сейчас пытаюсь... Это и есть политический активизм, только разная форма. Одно дело орать на митинги, мне не кажется, что я большой специалист, поэтому, значит... Мне понравилось, как вы выступали. Имею какие-то превалирующие способности по сравнению с профессионалами, так сказать, или талантами в этом деле. Ничего в этом зазорного не вижу, просто это не совсем мое. Я вообще не очень люблю пафос на самом деле. Он мне трудом дается, я считаю, что пафос уместен очень редко. Вот, так как мат. Но он должен быть очень сильно, сильно мотивирован, да, и не девальнирован. Поэтому мне очень тяжело произносить разные такие пафосные слова, которые сами по себе вполне достойны права на существование, там, типа патриот. Да, немножко странно, когда они сами себя называют патриотами, хотя... Ну, просто у нас будет традиция лексическая в России, да, что пафос, он, в общем, ну, как-то вот это не очень удобно. Я помню. Иногда можно, но очень иногда. Вот. А это же относится к публичному, митинговой, всякой вот риторике. Ну, я просто люблю смыслами заниматься. Мне интересны смыслы. Вот. И мне кажется, что это важно. Понятно. Ну что ж, огромное спасибо, Михаил Владимирович. На это мы откланиваемся. Я напомню, что у нас на связи был известный журналист и телеведущий Михаил Леонтьев. Хотелось ему ответить, как говорится, чин-чин. Да, я на самом деле согласен с дедушкой Леонтьевым. Он все правильно говорит. Действительно, это та абстрактная журналистика в вакууме, которой нет и о которой почему-то многие говорят, что, наверное, в идеале журналист должен быть вот таким, как, не знаю, репортер Тентен из французского комикса. А у нас таких нету? Да, на самом деле они есть. Вот именно на этапе, на котором я был 10 лет назад, когда молодым босоногим пареньком приехал из Калининграда. Еще там какие-то нынешние молодые люди, которые тогда ходили в школу. Рано или поздно все равно люди упираются в то, что человек сам становится какой-то более-менее заметной или незаметной фигурой. Да, и либо он перестает себя обманывать, либо он начинает, ну, по крайней мере, как-то сам участвовать, даже сам того не желая. Это правда. Стоп, стоп. А тебе не кажется, что прямо сейчас мы возвращаемся к вот этому самому заполучному или незаметному выступлению Волина? А как раз я бы вернулся к нему, если бы ты сейчас меня прям не перебил. Ну, я грубый. Да, разумеется, за это мы тебя любим. Потому что Волин, конечно, тоже говорил вот о той идеальной и несуществующей, да, без силы трения, журналистике, о которой мечтает вот та контора, которую Волин представляет. Я не знаю, кем он сейчас на замминистра связи, да, но на самом деле он уже много лет такой один из главных топовых пиарщиков Кремля, да. Да, конечно, еще в 90-е. Да, еще до Суркова даже. Вот команда Лесина, да, люди, которые придумали тот самый пиар по-русски, не в этом романтическом стиле, о котором Пелевин писал, что вот там Саша Бло там что-то накреативил. А когда там мы проводим выборы, да, мы арестовали одного кандидата, купили другого, значит, и подбросили наркотики третьему, а заодно напечатали миллион листовок, вот какие мы крутые пиарщики. Да, вот как раз Волин из этой школы, да, и, конечно, он говорит, о чем они мечтают. Но это не школа Лесина, давай вспомним Back the Dog. То есть там что называется, да, действительно, мы накреативили, кого надо убили. Вот это их любимый фильм, блин, но он... А он что, плохой этот фильм или он неправдивый? Он не определяет лицо западного пиара все-таки. Я даже с некоторыми ветеранами этого западного пиара знаком. Там, не знаю, с Говардом Рубинстайном, например. Вот, и как раз там другие немножко люди, и вот этих дяди Миши Лесина там нет. То есть он, может быть, и придумал себя как героя фильма «Хвост виляет собакой», да, но, по крайней мере, он пародию воспринял за портрет, за реальность. Как бы, я думаю, так. И, по крайней мере, да, для Волина было бы клево, если бы все журналисты слушались дяди. Но нет такого на свете журналиста, который шел бы в эту профессию, чтобы слушаться дядю. Тебе нравится слушаться, да, иди в армию или в ОВСИН. Сейчас обсудим, минуточку. Тебе тут, кстати, пришло два письма. Оба имеют отношение к твоему, извиняюсь за Женю, прононсу. Первый сообщает, что до вас мы, как посмотрим калининградский акцент, видим вы из Калининграда. Это называется, догадался Штирлец, а также капитан Очевидность. Ну вот, второе, для меня уже было несколько удивительно, тебя попросили сказать несколько слов голосом Познера. Я не могу говорить голосом Познера. Потому что хрип. Потому что, нет, как раз потому что, что Познер не из Калининграда, да? Я не понимаю, почему он сплыл Познер, это какая-то такая фень, которую я не знаю. Видимо, это какая-то шутка, не знаю, у меня вчера, позавчера уже вышло интервью Познера скандальное, тоже и нашумевшее. Это я читал. Я не делал все по спирали. Смотри, есть известные журналисты, которые, в общем-то, могут идти мимо любой, условно говоря, матрицы Волина в той или иной степени. Ну, скажем так, чтобы вылететь из матрицы, нужно натворить таких подвигов, как Ковальский в деньгах. Ковальский топ, да, Ковальский во власти, Ковальский главный редактор, да, это вообще там третья профессия. Журналисты, журналисты, да, знаем, какого журнала, да, журналисты, либо, вот ты говоришь, там, Волина ругают тех, кто в профессии состоялся. Кто еще не состоялся, тех ни Волин не замечает, ни дядя, о котором говорит Волин, не замечает. Минуточку, но слова-то были сказаны на журфаке. На журфаке, но преподавателям, что характерно. Но преподавателям в том смысле, что объясните своим дурачкам, которые у вас учатся. Объяснить, на самом деле, опять же, это власть просит преподавателей объяснить дурачкам. Преподаватели не обязаны это объяснять, если будут объяснять, будут сами идиотами, да, потому что это не так. Нет, ну, во-первых, известная фраза «забудьте все, чем вас учили в институте», в общем-то, наверное, все-таки относится и к нашей профессии, в которой, я напомню, выпускников журфака даже на сегодняшний день я подозреваю существенно меньше. Меня в институте учили навигации и промысловому лову. Меня учили в экономической регионалистике западных, то есть зарубежных социалистических стран, мне еще сложнее. Понимаю тебя, да. Конечно, конечно, но при этом, если бы я вот шел в профессию с теми мотивациями, о которых говорит Волин, да, быть каким-то, не знаю, халуем, который вот пытается выслужиться в глазах дяди. Реально есть масса профессий, где и рост быстрее... И денег больше. И денег больше, разумеется. В журналистику идут не за этим. Нет, ну, скажем так, любой экономический журналист, насколько я понимаю, в любую секунду может снять с себя хипстерскую одежку. И стать пиарщиком, да. И стать совершенно справедливою пиарщиком-предслужбником, получить сразу вдвое больше. Но, правда, каждый день приходить на работу в белой рубашке, в галстке и в 10 утра. А это, да, многих напрягает. Меня бы, например, точно напрягло бы. Я, собственно, и после, опять же, 7 лет в морском образовании, когда ежедневно встаешь, не знаю, в 6 утра и все такое, да, я и шел в эту профессию во многом в том числе, чтобы спать по утрам в журналистику. И, собственно, тему занят каждое утро. Ну, у меня ситуация смешнее. Я, чтобы спать по утрам, 11 лет занимался тем, что сейчас принято называть бизнесом, ну, а потом тоже вошел в журналистику. Нет, ну и все-таки. Дело в том, что юноша, обдумывающий жизнь свою, если он все-таки пошел в журналистику, у него все-таки есть возможность выбора. Потому что, грубо говоря, дядя, он тоже разный бывает. Если у меня охота... Да, понимаешь, не бывает в жизни журналиста дяди, как правило. Чем больше газета, тем меньше дяди. То есть я, когда, опять же, в прежней своей итерации, в позапрошлой работал в «Коммерсанте», который тогда принадлежал Березовскому, да, Березовского в моей системе координат в жизни не было. И не в смысле, что он был в жизни, там, не знаю, редактора моего отдела, и они просто от меня скрывали, да, что это Березовский просит меня пойти, там, не знаю, в дом, где ведут точечную застройку, да, допустим. Это я сам шел, потому что вот на этом уровне Березовскому абсолютно по барабану, что пишет молодой журналист Кашин. Во-первых, молодой журналист Кашин, даже будучи молодым, был юношей крайне амбициозным, это я помню. А во-вторых, что самое существенное, мы забываем о том, что, грубо говоря, между дядей и... Есть главный редактор. Есть редакция с редакционной политикой, конечно, есть главный редактор. Разумеется, разумеется, разумеется. И смотри, допустим, вот я, ну, не знаю, державник, антисемит, легкий сталинист и архивист. Превосходно. Ты идешь в газету завтра, сразу после жоуфака, и все счастливы. Да, 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 да. Ну, если ты приходишь на OpenSpace или на Граниру, тебя разворачивают, дают пинка под зад, говорят спасибо и ругают антисемит. Ну, может быть, поначалу они не замечают, что я антисемит. Ну, как только заметят. Да, 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 это как раз, это и есть та самая редакционная политика. Называть ли это слушаться дядю, как бы нет. Более того, хороший дядя сам должен слушаться журналистов, потому что, на самом деле, на самом деле... Хороший дядя, как указывал Бершицкий, учредители и так далее вообще не общаются с редакцией. По крайней мере, ниже главреда. Разумеется. Ну, у главреда функция такая, модераторская. Но Бершицкий тоже правильно очень сказал, да, что умный дядя, для которого медиа это именно бизнес, а не то, что ему либо навязали, вот купи там себе газету, чтобы она была при тебе, да. Или, там, не знаю, девушке своей подарил, как было с Упроспейсом. Нормальный дядя понимает, что независимая газета, газета, которая не в кавычках, в ремчуковском смысле, а в прямом, газета, которой доверяют статус на газету уважаемая, она и стоит дороже и зарабатывает больше, если он не вмешивается в редакционную политику. Ну, это не совсем так, поскольку у нас, скажем так, бизнес на модели все-таки несколько вывернуты, я думаю, с этим ты согласишься. В некоторых издательских домах, особенно с участием западного капитала, она примерно такая, хоть и тоже с поправками, конечно. С поправками, но в любом случае редакционная политика некоторая есть. Да, она немного, так сказать, мигрирует во все мысли мои стороны, но она есть. То есть, скажем, ведомости, условно говоря, довольно сильно олиберались. Я бы сказал, за последние, допустим, года три, это очевидно. То есть я говорю не о коммерсанте, а о ведомости. Я о полосе комментариев ведомостей, очевидно, которая... И полоса комментариев? Нет, ну, понятное дело, что чисто объективистика там это самое. Ну, да, да. Ну, то есть и редакционная политика, несомненно, есть. И, с другой стороны, изменилась редакционная политика и в «Известиях», к примеру, в прям противоположную сторону. И при этом бизнес-модель у нее не ухудшилась, цитируемость увеличилась. Ну, «Известия» не то, что всегда. Последние там лет семь были рупором Кремля и «Единая Россия». С тех пор, как «Известия» достались Арам Ашотовичу, газета как газета стала объективно лучше. Вот смотри, позвольте нам сейчас Арам Ашотовичу, будешь знать. Да, ради бога, я ему привет передам. Мое дело предупредить. Нет, но газета «Известия» действительно стала лучше. Я смотрел вчера рейтинги и обнаружил две любопытные вещи. Во-первых, среди газет довольно значительный рывок сделал именно «Известия». То есть это спасибо, видимо, нелюбимым от тобой, Малютину, и потом все остальное. Я имею в виду чисто по цитируемости. Спасибо уже Араму Ашотовичу, который как раз объединил редакции. И теперь, если расчленил жену не просто человека, а человек, бывший на Болотной, это уже политика, значит, это уже в «Известиях». Ну, должен тебе заметить, что Арам Ашотович представляет собой хороший пример тому самого дяди. Арам Ашотович... Причем дядя во всех лицах. Дядя именно что, во всех лицах. То есть он и делает успешный в бизнесовом плане... И слушается дядю, да. Да он сам в каком-то смысле дядя, я бы сказал. Да, 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 конечно. В идеале, конечно, газета должен и деньгами, и контентом урлить одно и то же лицо. Так вот я тебе только что вынул из кармана и показал хорошо тебе знакомого дядю, который очень даже катит подволенские диспозиции. Если бы на месте многих главных редакторов был бы Арам Ашотович, мы бы уже там, не знаю, коммунизм бы построили. А что, у нас нету либеральных Арам Ашотовичей, условно говоря? Наверное, Венедиктов, хотя, хотя, что называется... Нет, ну а чего? Совершенно четкая, недвусмысленная редакционная политика, очевидная. Ну, да. Доходящая до абсурда, ну не реже, чем, условно говоря, в тех же «Известиях». Вот, и, судя по всему, коммерческий успешный. Ты о чем? А Венедиктове или... А Венедиктове и об Эхе? Опять же, не очень уверен, что корректно в эфире одной станции обсуждать другую. Ой, это верно. Я, как ветеран третьей станции, немножко напрягаюсь. Но на самом деле, если бы условному Муратову, который тоже своего рода дядя, да, если бы ему... У Муратова более размытая модель, скажем так. Если бы ему больше знаний именно технологических, медийных, которые есть у Арама, да, и у его семьи, да, то это был бы идеальный редактор, у которого бы я сам хотел работать. Ну, хорошо, вот тебе еще один пример. Из того же рейтинга медиалогии, который я вчера внимательно посмотрел. Там, по-моему, чуть ли не на втором месте поцитируем среди всех телеканалов, телеканал ДОЖ. То есть, не как интернет-издание, а именно как телеканал. Да, разумеется, и это тоже понятно, почему. Более того, это, в принципе, та же модель, к которой стремится, неожиданное имя, скажу, наверное, Маргарита Симоньян, да, которая... Да, ну, примерно. Мне показывала... То есть, и твои книги нелюбви, если я правильно понимаю, в профессиональном плане ты ее как раз более-менее оцениваешь. Ее коллектив, скажем так. А если у меня хороший коллектив, то я хороший главный редактор. Да черт его знает, не знаю. Чудес не бывает. Да нет, по-моему, она мало рулит каналом, но это, опять же, это не наше дело. Просто да, она мне, когда у нее единственный раз брал интервью, которая, мне кажется, нас и поссорила, у нее в кабинете включено, там, 10 телевизоров, на которых крупнейшие мировые новостные каналы, и по всем каналам одна и та же картинка, тогда, по-моему, это выступала Меркель, и только по Раштуде показывали что-то другое, там, про какую-то ближневосточную пустыню. Так вот, дождь ведет себя точно так же. И почему он с Тюрмой, понятно почему. Потому что по всем федеральным телеканалам выступает, там, Маркин, да, а подождите... И Марков, например, хотя Марков уже, кажется, нет. Да, ну, там, кто теперь... Нынешние Марковы. Да, я там, не знаю, Ирина Роднина, да? Кстати, спокойно, Роднину, она, после того, что она сделала в части фигурного катания, она, на мой взгляд, имеет право вообще на все, что угодно выступать в пангруппе. На следующей неделе, да, презентация ее книги «Слеза чемпионки», да, как название коктейля, по-моему, как раз это высшая степень, там, не знаю, чего. Как не название памятника, да, спасибо. Вот, поэтому как раз, да, почему дождь рванул, понятно. Хотя, ну, не хотя, вернее, да, там, тот же Песков, который стал ходить на дождь и стал говорить комментарии дождю, тоже, наверное, повышает его цитируемость. Ну, хорошо, но я тогда повторяю свой вопрос. Вот, представим себе молодого и средней толковости, мягко говоря, выпускника Журфака. Ну, возьмем двух выпускников Журфака, один... Я бы сказал даже выпускниц, потому что... Да, это правильно. Ну, хорошо, выпускниц, бог с ним, чего нам сексизмом заниматься. Да, да, да. Вот, одна из них люто и бешено любит Владимира Владимировича, другая его не любит категорически и стремится его, ну, не то чтобы уничтожить, поскольку это 282, но не любит она его, короче говоря. Вот, так что мешает? Одно из них спокойно пойти к дяде Габрелянову, а другому к тете Синдеевой, дяде Венедикту или куда больше нравится. Ничего. Так, получается, что А, это модель, которая допускает несомненную свободу выбора, причем реальную свободу выбора, с одной стороны, и Б, с другой стороны, ну да, в какой-то смысле это получается работой именно та самая на дядю. То есть мы не исходим с того, что наша выпускница идиотка, и она собирается идти на Первый канал, потом в ЖЖ ругать сам Первый канал и Путина, и после этого торжественно получить намек на неполное служебное соответствие, что соответствует, на мой взгляд, истине. Вот, но если человек более-менее вменяем, он элементарно находит все ниши, устраивается и там действительно трудится. Знаешь, вот мы уже дважды ссылались на этот пример, что мы говорим о сферической какой-то модели в вакууме, и ты сейчас озвучиваешь третью модель, потому что, да, в принципе, на словах все звучит прекрасно. Но мы примерно знаем, какие зарплаты в новой газете, знаем, сколько зарабатывают люди на дожде на том же самом. Я не знаю, сколько зарабатывают люди на дожде. Да, копейки, копейки. А наехи тоже копейки, прошу прощения. Наехи абсолютно... Мы опять говорим про конкурирующую станцию, но опять же, поверь, невозможно полоткаменных обрести от работы в Димшизовом СМИ, скажем так. И я как раз недавно размышлял о том, что, ну, много лет, там, многих, на самом деле, ни одного меня гнетет вот эта проблема, или не гнетет, просто занимает, что на Западе есть какие-то журналисты, которые нажурналистили до седых волос и превратились в таких седоволосых мэтров профессии, да. У нас таких людей не то, что единицы, да, какие-то... Ты меня запретил называть одно конкурирующее издание, там, по-моему, таких каждый второй, причем в прямом смысле даже, а не только в переносном. Ну, не соглашусь, потому что вот все-таки все еще, относя себя к каким-то актуальным людям этой профессии, я бы не смог найти даже одного человека из тех, о ком ты говоришь, на кого хотелось бы быть похожим, скажем так. В профессии журналистской, в России, в постсоветской, да, какая-то колоссальная текучка именно по той причине, как раз, что я говорю о палатах каменных. Когда человек, который в 20 лет пришел сюда, в журналистику, чтобы, там, не знаю, либо изменить мир, либо прославиться, либо что-то еще, в какой-то момент понимает, что и мира не изменил, и прославился так себе, и дальше встает перед развилкой, а куда идти? Да, и вот кто-то выходит в пиар, кто-то выходит... А кто-то больше ничего не умеет, как выясняется. А кто-то больше ничего не умеет, но, там, не знаю, люди не пропадают, по крайней мере. Хотя, между прочим, те мои наставники буквально из Калининграда, из звезды местной прессы 10-летней давности, 15-летней, о которых я думал, да, что, там, пройдет 10 лет, они будут пожилыми мэтрами. Кто-то буквально, там, без имен, да, ну, просто реальная история. Один стал водолазом и утонул, другой стал сторожем на стройке и сгорел пьяный в этом вагончике. Третьего я видел в криминальной хронике по телеку, что-то там, что-то про пьяную драку. Четвертый работает кондуктором. Люди выпадают из профессии, потому что, видимо, долго в ней по каким-то причинам... И при этом еще и десоциализируются. Да, безусловно, но в провинции, в Москве попроще, но вот Раф Шакиров, когда-то легендарный главный редактор... Ну, уже, в принципе, не потопляем, насколько я понимаю. А последнее его место работы, ну, последнее уже, конечно, оно закончилось. Открытое правительство? Да, то есть этот пример то же самое, что водолазом в Калининграде. Ну, я бы не сказал, может быть, по мнению как минимум одного человека, это не Раф Шакиров. Это очень почетная должность, максимально... Нет, повыше чуть-чуть. Максимально приближенная к высоким кругам, это, ну, грубо говоря, что-то вроде там второй-третий заместитель четвертого помощника Пескова, например. Да, но это не журналистика та, о которой мы говорим в англо-саксонской традиции. Ну, Шакиров уже в любом случае уже давно не журналист, а медиа-менеджер, а медиа-менеджер это все-таки уже немножко другая профессия. А это не медиа-менеджмент. Дедушка, ты кто? Я редактор сайта открытого правительства. Гениально, да? Ну, может, открытый правительство это было в чьем-то мозгу какое-то короткое время круто? Ну, нет, в мозгу Абызова, наверное, до сих пор, судя по тому, что он по-прежнему там состоит, да, видимо, один. Так, мы сейчас немножко, я точнее сделал ошибку, потому что нас слушают не только журналисты, судьба журналистов, и большинству наших слушателей неинтересно, более того, они бы с большим удовольствием всех бы под нож, условно говоря. Да, я когда-то анонсировал нашу сегодняшнюю встречу, я наслаждался комментариями на тему того, что, в общем, да, под нож. Разумеется, поэтому у меня другой вопрос, но если, дело в том, что, да, когда человек обдумывает жизнь свое, у него есть некоторая политическая позиция, к этому мы тоже еще вернемся, но вот ситуация, когда политическая позиция есть, и когда эти политические позиции достаточно сильно поляризуются, как мы наблюдали за последние годы, сейчас потом уже обсудим, почему это происходит, а можно ли ожидать от таких людей объективного освещения, плюс еще редакционной политики, или ты считаешь, что про объективную журналистику можно забыть в принципе, это опять журналистка в вакуе? Объективным должен быть читатель, я... Чего? Да, объективным должен быть читатель, который читает газету, там, не знаю, «Коммерсант», да, и понимает, что она принадлежит Алишеру Усманову, поэтому если вдруг она пишет о том, что Алишер Усманов, там, не знаю, купил коллекцию мультиков, да, «Союзмульфильмовского», то, наверное, это как надо поделить на два, допустим, да? Я очень не хочу обижать наших слушателей, но, по-моему, Олег рисует какого-то совсем уж сферического слушателя и читателя, который не собирается производить столь сложную интеллектуальную работу при потреблении информационного продукта. Чем умнее люди, тем более клево, поэтому, я думаю, каждый нормальный человек стремится к тому, чтобы быть умнее, а верить никому нельзя, вот я могу это отлить в граните, да, как было принято говорить в старинном... Для этого у нас есть другие политические активисты. Реально, не верьте никому, и вот тому, что я сейчас говорю, тоже не верьте, потому что по умолчанию надо исходить из того, что все вас обманывают, как бы, это нормально. Ну, не обманывают, а скорее передергивайте, если угодно. Нет, у каждого свой интерес, да, у каждого окружающего, у тебя свой интерес, у меня свой интерес, поэтому... Ну, я могу сказать, как я... Верить как себе, да, никому нельзя. Я не помню, тебе я говорил, в эфире не я говорил, но ноу-хау, когда я хочу получить утром в максимально короткое время реальную картину новостей, вместо того, чтобы лезть в социальные сети, пытаться там в них разбираться, что совсем уже абсурд, на мой взгляд. Я просто, заходя на кухню, у меня довольно крепкая психика, я не боюсь шизофрении, одной рукой включаю кнопку первого канала телевизионного, а второй рукой, я думаю, что это уже не упоминание конкурента, поскольку это уже не конкурент даже формально, включал, теперь уже не включаю, радио свобода. Вот, на выходе мои полушария мозга беседовали между собой, давали более-менее объективную картинку. Объективно-истериоскопическое, это все разные вещи, как бы, да? Нет, ну, так у меня полушарий взаимодействует некоторым образом, вот, что дает, как бы, возможность объективно. Повезло тебе, что-то. Ну, ты же требуешь, чтобы были умные слушатели. На самом деле, я как раз в этом смысле романтик тех социальных сетей, которые вы не любите все, да, в вашем поколении, Сереж. И, если есть что-то стоящее, заслуживающее внимания, то, разумеется, это тут же обсасывается в Твиттере и Фейсбуке. Разумеется. Более того, у каждого из нас там в этих сетях есть люди и тех взглядов, и этих, и на выходе получается вот нечто усредненное и понятное, да, что бы ни происходило. Ну, видишь ли, в чем дело? Ты опять перетягиваешь ситуацию на себя, это не вполне корректно. Ну, грубо говоря, вот то, о чем говорил господин Леонтьев, если несколько это дело формализовать, то журналист как бы бьется на жанр. С одной стороны, публицистика, условно говоря, колумнизм. Там человек однозначно имеет право на авторскую позицию, более того, ему за это деньги платят. Причем не важно, что это такое. Это, грубо говоря, может быть Максим Шевченко, который пишет на «Взгляде», а может быть, условно говоря, тот же Михаил Владимирович, которого в очередной раз позвали на известную радиостанцию, где он излагает свою точку зрения совершенно поперек того, что на ней обычно говорится. Или Александр Андреевич Проханов, который приходит на как-то телевизор. Который ему 75 лет было позвучать. Да-да-да-да, поэтому и в числе прочего. Он, увы, не отказался нас посещать в ближайшее время. Вот. Но дело в том, что да, есть мэтры, есть, может быть, не мэтры, но по определению колумниста, с которым все понятно. Есть, словом говоря, обозреватели, которые уже имеют куда меньше возможности для маневра. Есть, в конце концов, корреспонденты, которые, по большому счету, генерят информационную картину мира. Ее генерят все-таки не только и не столько, наверное, пока что в социальной сети. Корреспонденты генерят более того надежды на то, что юзеры сами будут генерить контент. Она, слава богу, уже умерла лет пять назад. Тогда каждому юзеру, пользователю, который генерирует контент, сразу вставляет в голову чип и переписывает все паспортные данные. Извини, когда упал метеорит, просто, ну, это был восторг от того, сколько у людей видеорегистраторов в машинах, да, и люди готовы выкладывать... Нет, объективка, да, но любое, что это возможно для субъективных трактов, тут уже все, караул, блогеру верить нельзя. Разумеется, да, но, как бы, опять же, верить нельзя никому, да, кроме буквально видеорегистраторов в машинах. Вот, ну, хорошо, но дело в том, что, ну, хорошо, колумнисту можно не верить, потому что он в любом случае, если не передергивает, то излагает тенденцию. Ну, можно не верить, да, вот там, я не верю нашему общему товарищу Максиму Кононенко, да, но пишет он прикольно, я с удовольствием его читаю. Окей. Как там, колонки Ревзина, мне абсолютно тоже по барабану, какой архитектурный стиль в этом году. Да, но они хорошо написаны. В тренде, да, но они гениально написаны, поэтому с удовольствием их читаю. Ну, это понятно, колонки во многом и читаются из-за эмоций, с одной стороны. Да, а что касается новостей, да, я сам заметил давно уже, там, года два, что новостной репортаж утратил для меня ценность даже как для читателя, потому что зачем мне читать то, что и так, о том, что и так изо всех щелей, и я и так знаю, да, там, не знаю, что пароход Булгарии затонул, погибло там столько-то и так далее, и так далее. Поэтому как раз новость, да, она сама по себе умирает как жанр в последнее время в том смысле, что она возникает сразу одновременно. Откуда мы узнали о падении метеорита? А сразу отовсюду. Я прошу прощения, я совершенно неожиданно получил наезд, а чего это говорят, вы, собственно говоря, не задаете наши вопросы, которые приходят на почту Олегу. Может, мы вам мешаем? Ну, я еще не решил, мешаете или нет, но, пожалуй, позадаю. Так. Буду отвечать. Так, и вопрос на тему то, что 90% журналистов латентно гомосексуалистов, ну, я не буду отвечать, что возможно, 90% слушателей. Я отошлю этого слушателя к своей предпоследней публикации «Негрузская жизнь», да. Так, Олег, почему вы так страшно ругаетесь мат? У вас психологические проблемы, дальше нецензурное ругательство. Подпись «Дед Хасан», наверное, тоже неинтересно, да? Дед Хасан умер, да. Да, я знаю. That is dead, baby. А скажите, Лазарев – журналистка или шут? Лазарева – деятель шоу-бизнеса, я не знаю, кто. То есть журналистка назвать довольно сложно, да? Ну да, как бы даже по формальным признакам. Мы также начали инкардиционного совета оппозиции. Так, слушайте, на самом деле я тут почитал. Скажи, Олег, это ты всех этих прекрасных читателей прислал? Боюсь, что да, потому что это как раз важное свойство моих читателей в соцсетях, они все клевые, да. Да вот я и вижу. Так, сейчас, так, про Калининградский акцент я сообщил, про голос Познера я уже сообщил. Так, про просьбу отключить Леонтьева я реагирую с негодованием, тем более спустя довольно большое количество времени. Так, ага. Господа, пишет кто-то, я что-то не пойму, а что вы считаете, вы что, считаете, что качество журналиста в смысле политной зависимости опять зависит от конкретного журналиста, хочет будет писать правду и получать копейки, а нет, будет в шоколаде и под заказ? А радио западных СМИ не так? В западных СМИ не так, но опять же, мы не в западных СМИ, мы живем в России. Да, журналисты, которые пишут заказуху, они, наверное, в шоколаде в материальном смысле, но в плане профессионального... Там не сказано непосредственно про заказуху, что ты называешь заказухой, рейтерскую работу? Нет, заказуха, буквально джинса, да, то, что публикуется на правах рекламы, помимо рекламного отдела и без участия рекламного отдела. То, что публикуется с ремаркой рекламы? Без ремарки рекламы, да, то есть под видом редакционного материала, да. Есть люди, которые на этом зарабатывают, да есть люди, которые на этом зарабатывают хорошо. Любого уровня. Но, правда, это естественный риск. В том числе и маленького корреспондента. От маленького до главредского, как бы говорили. Сейчас в старых известиях, насколько я знаю, до Рама Габрелянова, как раз этим занимались тотально все, а Габрелянов это... А, да-да, насколько я знаю, я сказал. При чем главредстве? При предыдущем собственнике, скажем так, до переформатирования газеты в ее нынешний вид. Там даже был буквально зам по джинсе, который, как бы, по сути, так официально и назывался. Ну, это есть во многих местах. Так, на самом деле, очень хорошо, что мы заговорили о газете «Известия», поскольку сейчас у нас на связи президент редакции газеты «Известия» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович... Нет, вы еще не в эфире, насколько я понимаю, да? Почетный президент, я бы сказал. Ну, официальное звание. Владимир Константинович, добрый вечер, вы нас слышите? Да, добрый, добрый. Владимир Константинович... Владимир Константинович, мы с Олегом Кашином тут активно обсуждаем тему политика и журналистика, в том числе упоминаем небезызвестное выступление господина Волина, пытаемся понять, кто такой тот дядя, на который работает или не работает. И в качестве позитивного примера тут господин Кашин привел именно ваш издательский дом, если угодно, и в частности газету «Известия». То есть, по данным медиалогии, опубликованным вчера, у вас довольно большой рывок по сравнению с прошлым годом. Но, собственно, вопрос, наверное, немножко о другом. Журналист и политика, журналистика и политика. Может ли журналист заниматься политическим активизмом? Может ли это повлиять на его объективность? И вообще, должен ли журналист быть объективным? Или он может им не быть? Ну, это его личное дело, это его личный выбор. Он может стать политическим журналистом, быть партийным журналистом, в общем, спины у рта там что-то отстаивать и так далее. Это, пожалуйста, есть и такие журналисты. Журналист может себе поставить такую интересную задачу, чтобы быть над схваткой, там, в общем, сохранять какую-то объективность. И на здоровье это тоже, в общем, это не столько может быть хлебно, но вполне тоже нормально. Каждый выбирает. Это такая интересная история, на самом деле. Ну, в общем... Ну, что вы там до этого обсуждали, но, в общем, бывает по-разному. Нет, это понятно, но, Владимир Константинович, тут вот что. Когда мы говорим о журналистах, как правило, в самом медийном сообществе, скажем так, говорят о звездах и полузвездах, а тут же надо понимать, что основная масса журналистов это именно корреспонденты. И вот могут ли они себе позволить, люди, которые сидят на журналистике факта, если можно так назвать? Да, вы знаете, журналисты, вот даже если они просто корреспонденты и мелкие такие твари, они тоже сами себе могут либо это позволить, либо это не позволить. И сколько хотите, в моей практике было случаев, когда люди это либо позволяли, либо не позволяли себе. Они с восторгом соглашались быть колеческими винтиками этой, в общем, машины. Бывало и такое. А, в общем, многие и не соглашались. Это личный выбор. И, кстати говоря, человек за жизнь, и журналист за жизнь делает его неоднократно. И присутствующие, я думаю, сейчас в эфире, они тоже были и колесиками. Ну, я, например, за себя скажу, ладно, про всех не буду. Ну, в общем, там, был членом партии, работал в Краевой партийной газете, потом в Комсомольской правде, много где еще работал. Ну, и, наверное... И газета, не дай бог, да, Владимир Константинович? Газета, не дай бог, последняя газета, не дай бог. А что, прекрасная газета? Прекрасная газета, как бы, да, конечно. Вот, кто это? Это Кашин говорит. Это мы оба говорим уже. Это мы уже оба в один голос, на основном Кашин. Да, по-моему, забавная совершенно газета, очень в своем стилистическом роде и в своем стилистическом месте, вполне выполнившая свою задачу, и при этом она... И, наверное, она и обогатила вас каким-то образом, в хорошем смысле. Обогатила, да. Духовно? В основном она обогатила меня всевозможными знаниями людей, если честно. Потому что я никогда не мог себе представить, что есть такое количество людей, которые им скажут, ну, давайте сделаем что-нибудь такое нормальное, объективное. В общем, они говорят, не-не-не-не, мы туда не пойдем. Не-не-не, мы будем вот тут стоять ствердо. Вот так будем стоять на всяких там своих позициях политических. И к вам не пойдем, и туда не пойдем, и к этим не пойдем, и к этим не пойдем. У нас есть свои места, куда пойдем. Поэтому ваш вопрос о политической журналистике, он определяется, в значительной степени ответ определяется такой простой штукой. Но у каждого есть свое политически анберзированное издание, и очень часто люди там печатаются, и радостно, в общем, и живут, и помрут, наверное, там, я не знаю. Я понял. Владимир Константинович, огромное вам спасибо за ваш комментарий, мы с вами прощаемся. Так, Олег, мне, ну, думается, нам нужно немедленно сменить тему. Что я боюсь, что нас сейчас западут все, кто можно, что всю передачу оптом купил Арам Ашотович. Арам Ашотович, это наше все, поэтому, ну, опять же, как раз... Пол, треть передачи говорить про издание Арам Ашотовича, после чего еще Владимир Константинович непосредственно в этом самом. Но он немножко вне, как бы, да. Ну, голос-то узнаваем. Так, я возвращаюсь в твое разрешение к письмам. Письма, правда, по большей части какие-то странные. Например, спрашивают, а это настоящий Кашин? Чем он докажет, пусть поет песню Майкла Джексона? Кашин, я знаю ситуацию, когда Кашин поет песни, и я надеюсь, что до этого в эфире у нас дело все-таки не дойдет. Так, после 50 предлагают уходить в редактор и менять профессию, но редактор это все-таки тоже отчасти журналист. В общем, так, вопрос, не имеешь прямого отношения к передаче, ну, на всякий случай, хочешь отвечай, хочешь не отвечай. Как журналист и блогер Кашин относятся к блогеру Адагамову? Хочешь отвечай, хочешь не отвечай к тем передачам. Да, с симпатией отношусь, давно знакомый, хороший. У меня, кстати, тоже. Так, это провокационный вопрос, провокационный вопрос, и нам ура, поэтому мы его зададим, и это по теме. Олег, почему вы не ходите на заседание КСО, боитесь? Кого? Ксению Собчак? Нет, КСО. Я понимаю. А что, Ксения Собчак заседает? Конечно, конечно, более того, да. Она член Совета, я не ходил. Ты тоже. Нет, я член Совета, да. Я на выборах обещал, да, что, понятно, что там конструктивной программы созидания у меня нет, ничего в этом смысле не обещаю, но клянусь, обещаю, да, что если будет какое-то говно, вы об этом от меня узнаете. Меня вот что-нибудь... Оно возникло, люди об этом от меня узнали, я перестал ходить, вот, собственно, вся история. Ну, кстати, любопытная штука. Я понимаю, что сейчас я уже начинаю говорить голосом представителей газеты «Известия». Вот, ну вот смотри, а дело в том, что в КСО, если считать номинально числящихся там, довольно много журналистов. Ну, если, опять-таки, считать формально, что вот Ксения Собчак пишет статьи, следовательно, она в части еще и журналистка. Она и главный редактор, даже чего. Ну, мы же уже выясним, что главный редактор, это не совсем журналист. Да, да, да. Вот, при этом я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что творится в нынешней Государственной Думе, и на вскидку я вспоминаю только одного единственного депутата Государственной Думы, да и тот, извиняюсь за выражение Хинштейна, совершенно справедливо. Вот, то есть, вопрос, правильно ли, вот, какая ситуация правильнее, когда, я понимаю, что мне сейчас скажут, что одно дело партии власти, а другое дело какое-то не совсем понятное КСО. Я тебе совершенно не скажу, более того, я скажу, что уже тоже на ворота журфака НГУ надо выбить то, что журналист, конечно, не должен участвовать в никаких невыборных органах. Ага, вот, наконец-то мы докрутили, да, этого не прошло 50 минут. Не потому, что это, там, опять же, какие-то правила объективности и всего прочего, просто другая профессия, в которой мы все профаны. О чем я реально жалею, да, о том, что я в декабре 11-го года поучаствовал в организации первого митинга на Болотной и во многом подыграл этим нехорошим людям из администрации президента, которые, испугавшись митинга на площади революции, перенесли его на Болотную площадь. То есть, а что, нужно было поддерживать Лимонова, грубо говоря? Какого Лимонова? Это был митинг, заявленный семьей Дальцовых и Надеждой Митюшкиной. Лимонов там уже подсосался попозже, да. А кто пришел бы на Митюшкиной, прошу прощения? Я изволю не знать, что называется. Именно, что на Митюшкиной не пришел бы никто, а на меня, Сопрыкина, даже Пархоменко и прочих пришли те люди, которых мы туда звали, да. И очень чудовищная, к сожалению, роль мы сыграли, большая группа журналистов из разных СМИ, которые согласились на эту разводку про Болотную площадь, которая была разводкой, как мы теперь уже знаем, когда Венедиктов и Громов из администрации президента пили виски в мэрии Москвы, договорились о том, как бы слить проще. Я вынужден повториться. Одну секунду, напомню, на всякий случай, что это программа искусства возможного и телефон в студии у нас в гостях Олег Кашин. 8-4-95-65-10-99-6. Олег, ты так говоришь, что пить виски с Громом, как будто в этом есть что-то плохое. В этом есть что-то плохое, конечно, потому что... То есть ты хочешь сказать, что Венедиктов совершенно сознательно пил с врагом народа и... Нет, я считаю, что Венедиктов является его сотрудником, причем в каком-то смысле даже буквально, да, поэтому как раз... Тогда почему нельзя было это обсудить келейно, а не демонстративно? Они нас развели, ну как бы потому что сил одного Венедиктова на это не хватало, ему нужна была поддержка... То есть правильно ли я понимаю, грубо говоря, то есть я сейчас уже заговорю голосом правдыру и даже политонлайна, что у тебя получается, что, грубо говоря, практически все либеральное крыло КСО, это, грубо говоря, сотрудники внештатной администрации, включая Бориса Ефимовича и прочих? Два пункта. Первый пункт. Я очень ностальгирую по временам годичной давности, когда я выбрал себе одного мурзилку Илью Орламова, про которую вот я точно знал, что на работе на нашистов, и как бы говорил об этом на каждом углу, ну, как бы создавая в своей голове такую картину, что вот есть один Варламов, который... А выяснилось, что они там все такие? А выяснилось, что там все Варламовы, кроме меня, это потрясающе. Минуточку, там же есть еще левые националисты, они же вроде не всегда таковы. А черт их знает, поэтому как раз стараюсь об этом не думать, чтобы не превратиться уже окончательно в такого нашего советского сенатора Маккартика. Так, у нас остается меньше пяти минут, задан вопрос, я вижу вас по видеотрансляции, вы лысый, кому задан вопрос не знаю, отвечаем да, оба. Да, оба, причем тоже поделюсь с наболевшим. Спереди я выгляжу лысым, сзади нет, но фотофотографии сзади я получаю с каким-то адски лысым, это ужасно, да. Вот, вопрос еще, журналисты и политика. Дело в том, что значительная часть вот этой тусовки, в данном случае не верхушка и условный господин Пархоменко, не в обиду ему будет сказано, а условные хипстеры, я не произнесу кодовое слово имени Артеги за ненадобностью. Вот, да-да-да, ну как и все мои. Хипстеры начали свою деятельность с того, что объясняют, что они не такие, как другие, допустим, в части одежды. Потом они, в данном случае максимально собирательные, они политизируют, что, собственно, и дало тот самый креативный класс. Вот, задним числом, когда мы все это видим, то, что получилось на выходе, это хорошо, плохо или нехорошо и неплохо? Да, хорошо, конечно, хорошо, потому что в любом случае какое-то духовное развитие людей в любую сторону, это всегда хорошо. А есть уверенность, что это развитие? Я, например, обнаружил, что люди стали склонны к крайней истероидности, то есть у них... Слушай, ну тоже мы ветераны живого журнала. Прошлые выборы, да, 2007 года, по-моему, истероидности было не меньше, чем даже во времена Болотной. Да нет, поменьше. Ну, мне тогда казалось, по крайней мере, что баб больше. Ну, скажем так, когда я захожу в комментарии в Фейсбуке, допустим, к тому же Мальгину с одной стороны, и ты элементарно не можешь предъявить пример с другой стороны, у меня возникает решение, что нужно немедленно высылать команду по всем IP-адресам, которые там регистрируются в комментариях, немедленно хватить их и вязать, и на время направлять ее в места принудительного лечения. Не знаю, как раз вот сейчас, я думаю, идеальным выходом было бы сознательный эскапизм от этой истероидности, потому что, конечно, это зависит от нас. А почему эскапизм? Эскапизм от истероидности в русском языке называется нормой, если я ничего не понял. Да не сказал бы, слушай, в русском языке что угодно может называться нормой. Если все находятся в полной истерике, то это дурдом, а не норма. Но русский человек любит всегда вот доходить до крайних каких-то позиций, об этом многие наши классики писали, да. Так, прошу прощения, тут просто был задан вопрос, да еще к тому же подписан просто Путин. Почему ведущий говорит таким самовлюбленным голосом? Проще нельзя. У меня очень сильная простуда, поэтому я могу говорить только таким голосом, которым я говорю, извините. То есть, каменгород мы сегодня делать не будем? Брадин уже сделал. Результат, по-моему, никому не понравился. Я пригласил его в передачу по телефону, он отказался. Еще один пример. Если переходить от журналистов к изданиям. Была парочка таких культурных, ну, может, в меру скучных изданий, которые внезапно превратились в глашатые фреволюции. То есть, ну, в том числе и Open Space, в котором ты работал и так далее. Я что-то тоже не уверен, хорошо ли это. То есть, одно дело, когда там мирный хипстер внезапно бросает свои, там, я уже не знаю, модные куртки с капюшонами, модные штаны и так далее. И хватает красный флаг в одну руку, ну, или, не знаю, радужный, если угодно, а в другую руку топор. Ты говоришь, это не так уж плохо. Вот, а что касательно, что касается изданий, что касается средств массовой информации, которые внезапно резко политизируются до уровня истерики. Вот, хорошо или плохо? А, я не знаю, о каких средствах массовой информации. Да конкретно тот же Open Space, чтобы далеко не ходить. Он сиделся спокойно, занимался культурологией, никого не трогал. Типа политру. И никому не был интересен, на самом деле. То есть, как раз, когда там появился раздел общества и статьи о, между прочим, в том числе и моя статья, в которой впервые слово хипстер прозвучало на мою голову в политическом контексте, и с тех пор это стало термином, с тех пор Open Space как бы вошел вот этот контекст. Невозможно, рассуждая о культуре, не касаться текущей политики. Ну, политру-то этим худо-бедно занимается, там нет вот этого кровь, кишки и так далее. Нет вот этого градуса истерики. И поэтому в моей картине мира нет политру, потому что это скучно и это тоскливо. А есть даже тогда скорее неизвестия, а вот именно газета «Твой день», сколько я понимаю, да? Да почему? Известия есть, и Life News есть. Ну, известия слишком мягкие, слишком интеллигентные. Известия, извините, оперативные, быстрые, мы знаем, что если... Нет, оперативные, быстрые, это немножко другое. Мы говорим о том, одно дело культурологии, а другое дело культурологии, это когда снизится... А что касается «Колонок», да, в «Известиях» и уже упомянутый Каноненко, и очень превратившийся непонятно во что Максим Юрьевич Соколов замечательный, и масса других авторов, которые в плане ненависти к таким, как я, я думаю, зашкаливают, особенно по сравнению моего отношения к ним. Паркер тебя любит. И я Паркера люблю тоже. Вот такой парадокс. Начали говорить о журналистке, и как водится, заговорили о любви. Так, и еще один вопрос. Напоследок, это имеет скорее отношение не столько к нашей теме, сколько к теме журналисты Кашина. Но тот самый Антон Красовский, который мы неназываем, он упомянули пару минут назад, сегодня отметил, что у тебя печатных знаков в Твиттере за все время его написания, порядка двух миллионов, что существенно больше, чем, например, «Война и мир». Во-первых, как ты все это успеваешь? А во-вторых, не жалко времени-то? Нет, не жалко, потому что, конечно, Твиттер, он не требует никаких временных затрат, ты всегда можешь взять телефон в руку, да, какая разница, идешь ты просто по улице, или сидишь в машине, или твитишь, да. Но при этом важный момент, я как раз тоже задолго до Красовского считал эти знаки, мне тоже показалось это очень много, и я сожалел о том, что какие-то твиты там трехлетней давности, навсегда утрачены, наверняка там были какие-то мудрые мысли. Так, меньше минуты до. Буквально сейчас в Твиттере появилась кнопка «Скачать весь архив Твиттера», я скачал свои эти два миллиона знаков, прочитал фрагментами чуть-чуть, и понял, что ничего интересного там нет, поэтому как раз издавать их в виде 25-томника я не буду. А живой журнал свой издавать не будешь, например? Мальгин издал, но мне не понравилось. Да, да, это был такой прецедент, а что из этого получилось, я, честно говоря, так и не понял. Да, да, да. Но там действительно дело в том, что одно дело посты, а другое дело, он делал упор на комментарии, а комментарии, насколько я помню, в таких количествах просто, ну, это не тот формат, в бумагах неинтересно читать, нету интерактива. Я понял, что ж. Ну что ж, огромное спасибо нашему гостю, журналисту Олегу Кашину, она, по-моему, беседовали с ним на тему журналистика и политика, и на этом мы сегодня заканчиваем программу «Искусство возможного». С вами был Сергей Ильин, а в гостях у нас был журналист Олег Кашин. Всего доброго и до встречи через неделю. Продолжение следует...